Каждый год с наступлением лета многих волнует вопрос безопасности и качества продуктов. Особенно это касается арбузов, дынь, фруктов и овощей, которые активно выращивают с использованием удобрений. Специалисты департамента эпидемиологического контроля мониторят ситуацию. Для этого они регулярно проводят акции для потребителей, в ходе которых можно проверить ягоды, фрукты и овощи на наличие нитратов. Лет — это сезон арбузов, дынь и других сочных и спелых овощей и фруктов. Но вместе с удовольствием от их употребления приходит и вопрос, сколько в них содержится нитратов. Для этого и проводится такая акция, где каждый желающий после того, как купит овощи или фрукты, может с помощью экспресс-теста проверить, можно ли употреблять эти продукты в пищу или нет. На этот раз акция была проведена в овощном павильоне на рынке Мирлан. Место это достаточно известное, ряды с красиво выложенными овощами и фруктами. Но что в них содержится, на этот вопрос отвечали специалисты. Первым на проверке нектарин. И тут же лаборант заявляет, что количество нитратов в нем превышено. У каждого своя норма. Здесь пол 60, здесь показал, мы сейчас посмотрели, 74. Значит, превышение. Нитраты превышения по ДК. То есть такой фрукт нежелательно употреблять? Ну, конечно, там чуть-чуть превышение, там 74 на 10, на 14. Ну, конечно, нежелательно, но в пределах должен быть 60. На территорию рынка действует своя лаборатория. Ее сотрудники говорят, что перед тем, как продукт выставляют на продажу, он проходит тщательное исследование раз в три дня. И отрицают факт превышения нитратов в нектарине, объясняя это вот чем. Скорее всего, или эта продукция не прошла еще экспертизу, скорее всего, или же сейчас СЭС проверяет на портативном оборудовании. Оно имеет очень большие погрешности. Поэтому мы сейчас тоже тот же образец возьмем, проверим у себя на стационарном. У нас есть стационарные приборы, а у них портативные. Это любой, так сказать, любой человек, например, вы можете иметь вот такой вот прибор. Это бытовой прибор считается. Сказано, сделано. Специалисты взяли тот же самый нектарин, в котором обнаружено небольшое превышение нитратов, и отнесли в свою лабораторию, чтобы проверить его на стационарном приборе. К нашему удивлению, этот аппарат действительно не показал тех цифр, что несколькими минутами ранее в другом павильоне. Он более современный, он является стационарным. И вам показывать погрешности почти нет. 0,0001 считается, что здесь погрешности нет. Это не бытовой прибор, это специальный прибор для лаборатории. Яблоки, арбузы, дыни, бананы, которые также были проверены в ходе акции, по желанию потребителей не содержали опасное количество нитратов. Это радует. Однако ходить по рынкам и магазинам со специальным прибором будет не каждый. Поэтому специалисты дают несколько советов, на что обратить внимание при покупке овощей и фруктов, чтобы не угодить на больничную койку. Во-первых, нужно покупать их только в установленных местах, а не на стихийных рынках, так как там проверка не проводится. Обращать внимание на цвет и плотность овощей и фруктов, и не просить продавцов делать надрезы. Олег Великий, Кинжибек Салыхов, Акжей, Какпарат.